Здравствуйте, ребята! С вами Елена Михайловна. Я в сети. Откройте, пожалуйста, тетради и запишите тему урока «Металлическая химическая связь». По ходу урока делаем записи в своих тетрадях. На предыдущих занятиях нами было рассмотрено, как взаимодействуют между собой элементы металла и неметалла, а именно при помощи ионного типа связи. Одинаковые химические элементы неметалла связаны неполярной ковалентной связью. Различные атомы неметалла – полярной ковалентной связью. Как же взаимодействуют между собой атомы элементов металлов? В таблице Дмитрия Ивановича Менделеева более 90 химических элементов представлены металлами. Почти все эти вещества, за исключением ртути, – твердые вещества с кристаллической решеткой. Ученые давно установили, что именно в таких соединениях связь намного прочнее. Она получила название «металлической химической связи». Запишите определение. Металлическая связь – это связь в металлах и сплавах между атом и ионами посредством обобществленных электронов. Что же такое обобществленные электроны и почему атомы в металлах были названы атом-ионами? Чаще всего атомы элементов металлов содержат на внешнем энергетическом уровне от 1 до 3 электронов. И эти электроны легко отрываются и попадают на энергетические уровни таких же атомов-металлов. Таким образом, все электроны на внешних уровнях атомов-металлов обобществленные, то есть принадлежат всем атомам вещества. Электроны выполняют роль цемента, удерживая катионы, то есть положительно заряженные ядра с электронами внутренних энергетических уровней в узлах кристаллической решетки. В свою очередь, катионы удерживают электроны в пределах кристаллической решетки. Разобраться в том, какой электрон принадлежит к какому атому, просто невозможно, так как все эти оторвавшиеся электроны становятся общими, соединяясь с ионами. Эти электроны одновременно образуют атомы, потом снова отрываются и соединяются с другим ионом. Этот процесс продолжается бесконечно. Таким образом, в металлических соединениях атомы непрерывно превращаются в ионы и наоборот. Этот процесс схематично можно изобразить так. Постоянно отдавая и одновременно получая электроны, атом металла не является атомом и в то же время не ион. Поэтому атомы в металлах и называют атом ионами. Запишите, пожалуйста, данную схему. Например, схематическое строение фрагмента металла алюминия. Каждый атом алюминия окружен 8 соседними атомами. Всего вокруг ядра атома алюминия располагается 13 электронов, но на внешнем энергетическом уровне только 3. Они и будут участвовать в образовании металлической связи, свободно отрываясь и двигаясь по внешним орбиталям всех соседних атомов. Они склеивают ионный остов алюминия в твердый металлический кристалл. Металлическая связь, как и ковалентная, основана на объединении электронов соседних атомов. Но если при ковалентной связи один атом связан общими электронами только с соседним, то при металлической связи общие электроны есть со всеми соседними атомами. Вещества с металлической связью часто сочетают прочность с пластичностью, так как при смещении атомов относительно друг друга не происходит разрыва связей. Металлы отражают световые волны, поэтому имеют металлический блеск и непрозрачны. Свободно движущиеся электроны обуславливают электропроводность и теплопроводность металлов и сплавов. В парообразном состоянии атомы металлов связаны к ковалентной связью. Металлическая связь характерна для чистых металлов и сплавов металлов в твердом и жидком состоянии. Вывод. Все виды связей основаны на особенностях строения атомов химических элементов, и их изучение является одним из центральных вопросов в химии. На этом я урок свой заканчиваю. Запишите, пожалуйста, домашнее задание, что вы должны выполнить. Во-первых, изучить параграф 37 внимательно и на странице 162 выполнить номер 5. Жду ваших работ. Всего доброго. С вами была Елена Михайловна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok